Ненецкий округ 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 Подразумевание подразумевает, что медицинские организации будут получать финансирование не просто по факту своего существования, а за лечение, именно за лечение конкретных пациентов и за качественное лечение конкретных пациентов, что подразумевает, безусловно, более серьезные требования к медицинским работникам. Качество медицинских услуг, по словам Олега Зайцева, сейчас придается особое значение. Выявление на ранней стадии болезни – одна из главных задач врачебного сообщества. Это особенно важно для онкологических больных. В том случае, когда онкологическое заболевание у нас выявляется на поздней стадии, мы теперь разбираем каждый такой случай конкретно с учетом истории болезни амбулаторной карты. Это работает тоже впервые в этом году на чеках. Точно так же, как мы недавно запланировали и провели такой же разбор по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, когда пациенты, допустим, умирали от инфаркта. Болезни сердечно-сосудистой системы – еще одна больная тема. По данным Департамента здравоохранения НАУ, в структуре причин смертности за 2015 год первое место занимает болезни системы кровообращения. Они составляют 48%. Далее идет смертность по причине внешнего воздействия – 20%. И третье место – 19% – составляют злокачественные новообразования. По словам главного врача Неницкой окружной больницы Андрея Дедова, кроме своевременного поставленного диагноза и комплексного лечения, необходимо и дальнейшее наблюдение пациентов. Люди выжили, смертность высокая. А каким образом мы проводим реабилитацию этих пациентов – это следующее направление, на котором нам нужно будет делать акценты так или иначе. Потому что основная задача здравоохранения – это не только снизить смертность. Делать акценты будут и на контроль за качеством. В Неницкой окружной больнице уже введена должность заместителя главного врача, который будет отвечать за это направление. Из Архангельского Северного медицинского университета ждут на работу в окружную больницу, лаборатории ФАП и врачей различных специальностей. Департамент здравоохранения активно работает над решением проблем кадрового дефицита. 16 студентов, которые заканчивают университет в этом году, готовы приехать на работу в Неницкий округ. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал «Север». В конце 2015 года были утверждены единые рекомендации по вопросу установления системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений своим решением определила единые подходы к формированию заработной платы, в том числе и для сотрудников в сфере образования. В указанном документе отмечено, что при определении объема финансирования бюджетных учреждений местными или региональными властями, а также при разработке нормативных документов, чиновниками должны учитываться единые рекомендации. Сейчас мы пригласили всех к активному обсуждению, если что-то где-то еще не учли, чтобы все пожелания трудовых коллективов, руководителей учесть и данный нормативный акт устроил всех, чтобы никто не пострадал. Особенно мы понимаем, что педагоги у нас те категории, которые попадают под указы президента, поэтому мы должны особо пристальное внимание обратить как раз на эти позиции. В единых рекомендациях указано, что в 2016 году должен быть обеспечен уровень заработной платы бюджетников в размере не ниже, чем в 2015 году. Кроме того, при формировании системы оплаты труда необходимо учитывать и минимальный размер оплаты труда. С начала 2016 года он составил 6204 рубля. Трудовым законодательством установлено правило, согласно которому сотрудник не может получать зарплату меньше минимального размера оплаты труда, если он выполнил свою норму труда или отработал норму рабочего времени. Система оплат труда никак не коснется работников в уменьшенную сторону, так как мы придерживаемся майского указа 597-го президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, где конкретно говорится, что до 2018 года она не должна быть уменьшена. И поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы, чтобы это никак не коснулось основного нашего персонала, чтобы наши сотрудники также получали зарплату не в уменьшенную сторону, а как положено. Новая зарплата, то есть рассчитанная по новой системе оплаты труда, предполагает, что соотношение основного оклада и стимулирующих выплат должна составлять 60 на 40, где 60% зарплаты сотрудника будет составлять основной гарантированный оклад, а 40% – стимулирующие выплаты. Если первая часть является фиксированной, то размер второй будет изменяться в зависимости от качества работы учителя. Стимулирующие выплаты складываются из нескольких подгрупп. Выплаты за выслугу лет, то есть стажевые, надбавки за звание заслуженной учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук и так далее. Выплаты для распределения в коллективе. В свою очередь эти деньги также будут поделены на две части. 80% пойдет на надбавки за интенсивность, качество и результативность выполненной работы, а 20% на разнообразные премии. Мы разрабатываем единые методические рекомендации для руководителей всех образовательных учреждений, для того, чтобы они могли оценивать уже своих работников внутри. То есть критерии оценки по стимулирующим выплатам в зависимости от качества работы. То есть эти методические рекомендации мы также будем направлять в трудовые коллективы для обсуждения. Я думаю, что они также параллельно будут приняты. Эти рекомендации будут разработаны таким образом, чтобы руководитель распределял их не в одностороннем порядке. В каждом трудовом коллективе должен быть создан коллегиальный орган, который в соответствии с этими критериями будет рассматривать и утверждать стимулирующие надбавки. На данный момент они находятся на стадии разработки. Новая система в первую очередь направлена на то, чтобы педагог мог оценить себя в целом. Она устроена так, чтобы человек за качество своей работы получал достойную заработную плату. Многие педагоги законно сомневаются, что новая система оплаты труда повлияет на уровень заработной платы в меньшую сторону. Но представители власти успокаивают. Эта цель никогда не ставилась. И этого, я думаю, что у нас не будет с вами. По новой системе оплаты труда на данный момент в округе работает 31 школа, 21 детский сад и 3 учреждения дополнительного образования. Дополнительно влилось 6 школ, 11 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования и 3 учреждения профессионального образования. В рамках реализации 95 окружного закона все учреждения в сфере образования перешли из-за полярного района и города в ведение округа. Поэтому единая система оплаты труда затронет всех в равной степени. Елена Семеновичева, Влад Носкин, Телеканал «Север». Глава Наринмара Татьяна Федорова отчиталась о своей работе и деятельности администрации города за 2015 год. Она выступила перед депутатами горсовета на сессии. Особое внимание глава города в своем отчете уделила исполнению бюджета в прошлом году. Всем известно, что бюджет города является главным инструментом реализации полномочий муниципального образования городского округа в части приведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории города. Приоритет при формировании и исполнении бюджета в 2015 году был отдан тем сферам муниципальной ответственности, которые непосредственно определяют качество жизни горожан. Это отрасли образования, социальной сферы и городского хозяйства. Бюджет города был принят утвержденным решением городского совета. В 2015 году на территории города исполнялось 12 муниципальных и одна ведомственная программы. Среди них обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города, развитие транспортной системы, обеспечение населения города чистой водой, благоустройство и другие. Мнения депутатов разделились. Развучало достаточно много критики в адрес работы администрации и главы города. В то же время были отмечены положительные моменты. Лично я, как депутат городского совета, высказываю свое личное мнение, что работа все-таки в 2015 году была лучше по сравнению с предыдущими годами, систематизировалась, приняла программно-целевой метод. Были приняты большие программы по реформированию систем ЖКХ, программа по модернизации дорог была создана, по благоустройству дворовых территорий. Есть сегодня объективные моменты, которые, в принципе, не позволяют реализовать это за один год. Поэтому моя оценка работы деятельности администрации главы за 2015 год была положительная. Я исхожу из-за того, что в сравнении с теми годами, когда я ставила неудовлетворительную оценку. Я очень сильно рассчитываю на то, что Татьяна Васильевна из сегодняшнего, скажем так, дискуссионного процесса сделает выводы и выводы серьезные. И думаю, что весь депутатский корпус совместно не только с городскими, но и окружными властями подключится к их решению. Я бы сказала, что это немного поверхностный доклад. Нет, потому что если более подробно смотреть организацию деятельности администрации, получается, что на сегодняшний день за 2015 год не исполнено ни одного контракта, ни по многодетным, ни по строительству дорог, ни по очистным сооружениям. Я считаю, что нужно более эффективно организовывать работу своих подразделений. Не все структурные подразделения работают плохо. Нет. Конечно же нет. Мы оцениваем работу администрации в целом. Мы оцениваем результаты, конкретные работы. Конечно, есть структурные подразделения, которые добросовестно выполняют свои служебные обязанности. И есть свои результаты. Но в целом результаты, показатели эффективности, я считаю, что на сегодняшний день не достигнуты. Все это мне напоминало фарс. Почему? Если на улицах грязно, со слов Татьяны Васильевны, мусорят, снега много, погода виновата, денег нет, округ виноват. Все это напоминает мне перевод стрелок. Надо работать. Надо работать четко, слаженно. Тогда будет результат. А сейчас, на мой взгляд, результат неудовлетворительный. По итогам сессии, доклад главы города не был принят депутатами. Впрочем, такая же ситуация складывалась и в предыдущие годы. Носить слева на груди, а не на сумке. В преддверии Дня Победы наш телеканал напоминает о том, где и как правильно носить георгиевскую ленту. Я помню, я горжусь. Чуть больше недели остается до одной из самых главных дат в истории нашей страны 9 мая. Одним из атрибутов Дня Победы вот уже на протяжении 10 лет является георгиевская ленточка. Символ воинской славы, отваги и мужества. Символ памяти и уважения к павшим воинам и тем, кто прошел страшную войну и остался в живых. Идея создания символа праздника, который бы объединял в этот великий день всех людей, оказалась в наивысшей степени востребована обществом. Георгиевская ленточка разлетелась по всей стране и даже за ее пределы. В преддверии 9 мая мы решили напомнить о значении этого атрибута и о том, как правильно его носить. Ведь сегодня нередки случаи, когда символ отваги и мужества можно увидеть в самых неприглядных местах. Все-таки символ победы в очень серьезной войне. Поэтому я считаю, что это нужно носить на груди. На левой стороне, вот здесь около груди. На сердце, да? Да, на сердце. А вот как относитесь к тем людям, которые крепят на антенны, на шнурки, на сумки? Нет, думаю, этого не должно быть. А почему? Ну, потому что мы отдаем Дантию, который за нас воевал. И, наверное, это близко к сердцу должно было, что мы память в сердце охраним своих. На груди в области сердца, пожалуй, самое достойное место для георгиевской ленточки. Символа отваги и мужества. С этим мнением согласно большинству опрошенных. Есть и те, кто считает, что незазорно прикрепить ее, к примеру, к антенне машины, сумке или ошейнику собаки. Кураторы Всероссийской акции в Нинецком округе с этим не согласны. Повязывая ленточку, куда попало, вспомните, что это символ памяти павших и проявление уважения к оставшимся в живых ветеранам. Мы, потомки победителей, должны помнить о том, что один из главных символов победы необходимо чтить. Поэтому ленточку георгиевскую нужно носить именно на груди, поближе к сердцу. Ни в коем случае нельзя носить ленточку на сумках, тем более на шнурках. Одевать ленточку на антенны автомобилей. Потому что так мы проявляем свое неуважение к подвигу наших предков и всего советского народа. Из года в год черно-оранжевая ленточка становится вестником самой важной даты в истории нашей страны. До 9 мая остается чуть больше недели. Давайте вспомним, как правильно сложить и прикрепить георгиевскую ленточку к одежде. Георгиевскую ленточку можно повязать тремя способами. Один из них, самый простой, называется петелька. Выглядит он вот так вот и размещается вверх петелькой на булавочку. А также, и тоже очень простой, это бантик. Вот таким образом. Сложив ленточку, надо прикрепить ее к одежде с левой стороны в области сердца любым способом. Иголкой, булавкой или брошкой. Почему в области сердца, спросите вы? Ответ простой. Черно-оранжевая ленточка – это приближенная копия георгиевской ленты, которая пришла к нам из далеких времен. Появилась она при Екатерине II вместе с Орденом Святого Георгия, а затем Георгиевским крестом. Большевики имперские награды отменили. Но в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, Иосиф Сталин решил вернуть былые атрибуты воинской доблести. Сначала погоны, а чуть позже и черно-оранжевую ленту к Ордену Славы. По сути, Орден Славы стал полным подобием Георгиевского креста. Им награждали рядовых и сержантов, а в авиации еще и младших лейтенантов. У Ордена были три степени, и его полными кавалерами стали 2674 человека, среди которых четыре женщины. Но самая часто встречающаяся Георгиевская лента была на медали «За победу над Германией». Этой самой массовой военной наградой в СССР наградили почти 15 миллионов человек. Награду, как и полагается, крепили на грудь в область сердца. Она же остается самой дорогой сердцу ветеранов. В 2005 году память о Георгиевской ленте начали возрождать. К 9 мая все те, кто помнит о героях Великой Отечественной войны, кто чтит историю и гордится ей, надевают черно-оранжевый символ победы. В Наринмаре приводят в порядок все памятники, находящиеся на балансе города. Как пояснили в мэрии, помывку приурочили к чистому четвергу и предстоящим праздникам. Первым помыли Владимира Ильича Ленина. Памятник привели в порядок при помощи воды и швабры. Затем влажную уборку провели у обелиска Победы. В планах и помывка самолета Як-7Б. Правда, сейчас решается, каким способом его привести в порядок, так как памятник выполнен из фанеры и требует бережного ухода. Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru Далее информация от синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok